друзья всем привет почему мне очень нравится волю потому что этот недооцененный бренд это неприхотливый автомобиль я на своем проехал практически 200 тысяч километров и особых вложений нету и я осознанно шел на такой шаг потому что я покатавшись на автомобиле с пробегом более полумиллиона километров принял решение купить себе именно такой автомобиль с объемом 4 4 но это отдельная история про него уже есть видео вот кто не видел могу ссылочку вставить если надо могу записать отдельное видео во сколько мне обошлось но это все другая история а сейчас выбор автомобиля volvo так вот чему я это все рассказывал я любитель этой марки и естественно парень тоже ездит на volvo и я у него спросил его отношение к автомобилю volvo абстрактный вопрос как волю по сравнению с другими машинами вообще не не касающиеся автоподбора в принципе мне очень понравилось ну я просто коллекции самые разные есть я тоже пригонял очень много и вот мнение людей а volvo я вот так как то тот кто в длительное время хотя бы попользовался не тоже там сил проехал на короткое расстояние хотя бы там от 3000 километров вот мне интересно мнение людей айджел есть и иксы машины самые разные нравится машина в табу и нравится тушу и украсть невозможно тоже вопрос актуальный ну украсть можно но только она нафиг она не представляет интереса для угонщиков 20 часов надо высчитывать компьютером можно быстрее и могу даже рассказать как но суть не в этом она не представляет ценности для гонщиков это факт основной стереотип что эта машина для пенсионеров мне очень нравится я там не летаю мне наоборот у нее до 120 она на электрике едет чистой не в кайф едешь и рулится и тормозит и системы вот эти активные хорошо работает оптика вот это хорошая мне нравится нет скрипов нет таких косяков по салону как у мерседеса вну туда тут согласен вы на джейл с двадцатого года за 30 тысяч прибега меняли два раза обивку сидений по гарантии ну выдувается таким капюшоном как будто там 200 пробега нормально хорошо спасибо мы тогда смотрим перед тем как мы осматриваем автомобиль парень который продает машину нам про эту машину рассказал всю погодноготную когда менялся фары когда менялась лобовое стекло когда менялась программное обеспечение какое топливо заливали когда меняли масло еще фиговую тучу всего интересного на самом деле такое бывает относительно часто хорошо это или плохо когда человек знает эту историю это хорошо но это не всегда хорошо потому что очень часто может быть история просто придуманная так вот так ли это нам нужно проверить машина гарантийно задней дверки чуть зазор не в зазоре но это вот так она завода пришла я просто не стал куда лезть как бы что-то крутить она абсолютно целая просто ну не идеально зазор завода меня на и пары меня на и по гарантии по причине того что вольво есть косяк когда агрессивную жидкость омывателя используют они такой как сетка идут знаете фару включаешь она такой растреска знаю меня тоже такие фары на волево потресканы но их заменили по гарантии об этом есть в базе как бы запись не ничего там не билось не отваливалась не заменено лобовое на оригинальное на станции морда в пленке стойки в пленке крыша в пленке перед пороги в пленке сзади на бампере брызговики не ставили потому что некрасиво смотрится тоже заклеена пленкой зарядка четыре раза и заряжали человек его покупал эту машину не исходя из экономии топлива а покупал сходя из динамики ну вот ему нравится 320 кобылях 408 но это если два сопоставить но она суммируется суммируется правильно вот у нее 408 сил постоянно в движении если вы наваливаете я зарядку распечатал лично как бы начал пользоваться потому что мне частный дом и там бог велел туда туда на парковку заехал воткнул ее по работу с работой мне там сосоков на ленинградку то что нам рассказали это все прекрасно это великолепно наверняка он хороший человек и ему можно верить с одной опаской опаска заключается в следующем гарантию то на машину даем мы они он поэтому нам все что он рассказал нужно еще проверить именно этим мы сейчас будем заниматься xc 90 20 год плагин гибрид выпала на мою долю автомобиль имеет официальную историю пообщавшись с и человеком не рассказал какие косяки у него по этому автомобилю но если это конечно можно назвать косяками пока показываю внешний вид неудачно немножко поставил зазор между дверями какой-то такой не очень не очень но я пока не вижу того чтобы она снимала сейчас я по просвечиваю посмотрю но но как-то как-то немного он выпадает а так в общем то в общем то нормально значит из косяков которые он рассказал есть типа трещины ну вот такой на самом деле эффект есть у разных автомобилей и есть он по полному периметру значит вот здесь тоже есть такие типа трещины но я их не могу назвать речи мы скорее неправильно загерметизирована значит вот эти вот фары они были поменены по гарантии по гарантии того что налили омерзайку омерзитель блин не замерзайку короче омывательной зиме жидкость омывательную и она потрескались пары поэтому были поменены по гарантии также здесь менялась лобовое стекло вследствие того что попал камень пошла трещина но сейчас это стекло честно говоря уже засеченная все работы производились на фирменном и стул так значит сейчас пока свяжу в памяти покажу оба зазора вот здесь вот зазор он более-менее такой же нормальный как по всему автомобилю а вот здесь зазор чуть-чуть выпадает и он чуть чуть больше и такой кишев дверь не до закрыта вроде как ее надо отрегулировать ну типа 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 еще есть куда ее тянуть то есть сделать так чтобы она в этой была плоскости это можно это несложно дверь не по зазорам как это понять очень просто когда есть хотя бы малейшее непонимание идите на противоположную сторону посмотрите что там как этот регулировать на самом деле откручиваются болты выставляется эта дверь подкручивается ригельный замок и все ставится на свои места почему здесь этого не сделано ну потому что если бы начали ли регулировать то было бы видны следы вмешательства так понятно что это косяк китайцев на заводе ну хотя завод то в принципе под шведской эгидой но хотя находится в китае может быть китайский косяк но парень принял решение не трогать вот так эта дверь остается в противном случае будут видны следы того что она регулировалась а если видны следы всегда есть дополнительные вопросы так вот чтобы избежать этих вопросов именно наверное по этой причине парень который продает автомобиль не стал регулировать эту дверь по-салону хороший салон коричневый вот если бы он еще был такой коньячный было бы вообще вах но это тоже как бы не фулов пахнет электричеством и это так стебусь конечно но тем не менее когда только эти машины появились первый автомобиль который я увидел вот такой вот это был в европе как сейчас помню такого рыжего кирпичного цвета но по вот этой вот штуки я понял что это гибрид и вот тогда я вот начал подумывать о том что очень хочется гибрид но это для меня такая недостижимая пока цель потому что есть целая куча других моментов куда нужно засунуть денег но понаслаждаемся пока внешним видом автомобиля заодно просмотрим и на собираем всякой информации о том а действительно ли он настолько хорош ну я ж не нажав пишу ну все в привычных местах и вот стать очень хорошо что мотор не мыли нигде ничего не течет не извергает приятно смотреть на машины которые не за мученные до комплектации у нее не самая жирная потому что половины предохранителей не хватает но в общем то следов какого-то вмешательства или замены скручивания болтов я не вижу так менялись пары раз менялись пары значит надо пристальное внимание уделить передней части автомобиля амортизаторы точно не откручивались под опорные подушки с этой стороны тоже здесь болты тоже не тронутые по лонжероном шу блин а со в пыли перед тем как лист салона помыть руки радиатор вообще телка и у моё таких бы радиаторов да почаще приятно смотреть машины которые плюс-минус свежие интересные новые дальше мы под разберем если я снизу увижу какие-то неприличности все это дело снизу разберем здесь жил паучок он оставил свои следы жизни деятельности раз жил паучок о чем это говорит правильно машина какое-то время стояла так вот из того что мне не нравится это вот это вот заливная горловина во первых ее неудобно заливать имеется ввиду стоя на дороге допустим где-то закончилась дороги понятное дело что можно заехать на заправку но короче это месторасположение не очень удачной да я понимаю что здесь она будет как-то подогреваться да я понимаю что с точки зрения улучайзингов это место она хорошая но с точки зрения эксплуатации на нихера не хорошая могли бы засунуть туда бачок на пробку оставить здесь сделать какую-то фигню такую заливающийся но это так мысли слухи и ничего более ладно пока побежали по покраске чего мы имеем 265 то есть приблизительно толщина пленки 120 микрон 263 то есть если убрать нормальное значение в смысле отнять пленку то значение нее плюс минус все идут нормальные заводские толщиномер многие знают что это такое но некоторым нужно объяснить толщиномер это прибор который проверяет толщину краски от металла и до конца то есть там лежит грунт там лежит краска и лежит лак если автомобиль окрашен вторично то естественно слой увеличивается в два раза если он не окрашен то он нормальный если она сильно заполированная тот слой будет потоньше значит где нужно брать все вот эти величины на самом деле это вся информация доступна в интернете забивайте год автомобиля забивайте цвет автомобиля и в принципе в таблице вам покажет. У нас есть здоровенные уже на память выученные таблицы, в каком цвете оно что должно быть. Поэтому мы это знаем, мы это понимаем. Теперь, что касается толщиномеров. Плюс-минус, если захотите купить себе толщиномер, друзья, дешевый, а-ля китайский, ну он сможет понять, есть там шпаклевка или нету. Окрашен во второй раз, маловероятно. Поэтому все, что хорошее, это от 120 евро и выше плюс-минус по ценнику сможет вам показать. Покупать себе такое на один раз смысла нет. Уже тогда проще взять в аренду. Если же в аренду типа негде, обратитесь по друзьям. Наверняка у какого-то вашего друга есть толщиномер, я имею ввиду. Ну а если же вы хотите доверить свой выбор профессионалам, друзья, все контакты внизу, вы знаете, что делать. И чего мы имеем? 265. То есть приблизительно толщина пленки 120 микрон. То есть если убрать нормальное значение, в смысле отнять пленку, то значение у нее плюс-минус все идут нормальные заводские. Стойки тоже оклеенные, это я помню. Двери не оклеенные. Вот 115, угадал. То есть до 140 это плюс-минус норма. Места, которые легко царапающиеся, назовем так, они все идут оклеенные. Так, ну здесь особо нефиг смотреть, надо тут быстро посмотреть и бежать к задней правой двери, смотреть, чего там да не так. Проем здесь на всякий случай для актоосмотра 67.0. Здесь 59.4. Здесь у нас 113. На всякий случай стойка 123. Задняя крышка багажника 105. 105. Практически идеально. 108. 112. Ну я имею ввиду, практически идеально идет покрытие. 111. Ладно, пошли к проему. Неужели его так поставили с заводов? Вполне может быть, но 56.9. Задиров от того, что оно кручено, я не вижу. По крайней мере, много раз его не крутили, что предполагаю, что ставили его действительно на заводе. 61.9, а вот здесь мне интересно. 73.3, тоже нормально. Следов кручения нету. Болты не подкрашены. Точно так же вон заводской непрокрас есть. Неужели так на заводе выставили дверь? Ну вполне может быть. Ладно, окей. Сейчас посмотрим еще чуть по-другому. Сейчас обои руки. На всякий случай, вот комментарии, когда пишут, что наши технические специалисты в салон лезут с грязными руками, показываю. Руки помытые, вытертые влажной салфеткой. Теперь я полез. Осматривай то, что меня интересует. Ну как минимум, подушка вообще не тронутая. Можно, конечно, уплотнитель снять, но я смысла в этом не вижу абсолютно никакого. На всякий случай. Так, 79. 70 и 8. Нигде даже никакой следы полировки нету ничего. Что у нас снизу вот здесь. Да, и вот здесь снизу тоже просматривается заводской непрокрас и ни единого тронутого болта. Да. Все на месте, все заводской. Раз пристальное внимание к правой стороне, значит, смотрим. 19, 10, 20 года. Так же, как и все остальные. Кстати, у Volvo один из немногих автомобилей, где центральный ремень не просто вот так вот ездит, а он действительно блокируется. Потому что у большинства автомобилей, особенно у Vag, вот эта вот тема, она просто ездит и никогда никак не блокируется. Здесь, как минимум, при ударе оно хлоп и есть. Так, дата. Колым-мама. Ладно, не буду. И язвить. Ремни сделаны в Румынии, если кто не знает. Так, 20 число, 10 месяца 2020 года. Тут тоже все наормотительно. Ну и традиционно открыть, посмотреть. Микролифт работает. Так, тут нормально. Здесь подголовник ездит, шатается. Эх, не достану. Ладно, потом поскладываю. Здесь жалюзи. Не то я взял в руки. Надо камеру взять, а не фонарик. Здесь оно уже не надо. Жалюзи здесь не сломанные. Отрабатывают нормально. Открываются. Да, открываются. Есть два USB Type-C порта для зарядки телефона. Но состояние карт на всех дверях очень близкое к идеалу. Ну вот, ну, очень близкое. А вот это вот. Вот скажите мне, зачем покупать Volvo, если пользоваться вот такой вот херней? Ну вся же безнапасность уходит на ноль. Я про это уже говорил много, но ладно, я пока это не буду выкидывать в мусорник. Я это пока кину в центральную штуку. Тут тоже стоит? Нет, здесь нету. Volvo это первый бренд, который придумал ремни и их не запатентовал. Ну, имеется в виду запатентовал, но отдал всем разработку. Друзья, пользуйтесь все. Трехтосичный ремень был придуман Volvo. Он был придуман для безопасности. Люди платят дохренище денег. То есть 50 с чем-то тысяч заплатить за автомобиль и не пользоваться ремнем. Ну, так себе перспектива. Уже тогда проще ездить на, не знаю, возможно на Жигулях. Да, не так комфортно, но с точки зрения безопасности практически то же самое. Поэтому вот ремень безопасности, он сделан именно для ключевого слова безопасности. И по статистике очень много жизней он спасает. Я не буду сейчас удаляться в подробности. Есть на самом деле на просторах интернетов. Дофигища контента, которое этому посвящено. Но меня возмущает всегда то, что люди, вы покупаете автомобиль дорогой, покупаете безопасный. И стоят вот эти вот заглушки. Раньше я их все выкидывал. Потом были конфликтные ситуации. Я решил обойти этот остроугольный камень и просто не выбрасывать эти заглушки, а скидывать их куда-то там. Потому что заглушки иногда есть, дурных денег стоят. Покупая там чуть ли не серебряные. В смысле зачем на русском языке. Друзья, пристегивайтесь. Это намного безопаснее, намного полезнее, нежели вот эти непищащие заглушки. Они нужны в редких случаях. Когда вы где-то едете по полю, где-то там нужно вынырнуть, посмотреть в окошечко. Но я вас уверяю, Volvo это нифига не тот автомобиль, с которого удобно смотреть в окно, как стоит положение у вашего колеса. Поэтому пристегивайтесь даже в поле. Так, тут норм, тут норм, тут лейбочка. Такое впечатление, что она переклеенная. Ладно, еще раз везде пройдусь. 66, 68,8. То есть все в заводских значениях. Точка заводская, не шпаклеванная. Все классно. Так, тут посмотрел ремни передние, я не смотрел. Здесь вот эта штука часто затирается. Аж до нельзя, у некоторых она и отрывается, но здесь еще все просматривается. Не вижу закусов, задиров того, что это разбиралось. А вот здесь у нас смазка. Показалось. Так, всякие непонятная история с вот этими проводочками. Такого быть не должно. Малярный скотч, откуда он здесь? Откуда он здесь? Ну, не вижу, чтобы оно разбиралось хорошо. Посмотрим по датам. На всяких элементах. 30, 09, 20. Ну, допустим. Пока дальше продолжим. У нас еще незаконченная тема по дверям. 106 нормально. 116. Вот пленка закончилась. 113. Есть. Стойка у нас в пленке. Поэтому 262 минус 140. 140, 150 даже микрон. Где-то так вот толщина этой пленки. Вот здесь вот уже что-то прилетало. Вот она чуть-чуть надрубанная. Вот она чуть-чуть надрезанная. А вот, кстати, видно, что стекло менялось. Ну, я сейчас посмотрю, насколько хорошо его меняли. Нет ли следов клея по стойкам. Не, нормально меняли. Ничего не повылазило. Когда плохо меняется стекло, обращайте внимание, вот сюда вот. Часто видно следы клея. Они так аж вылазят. Нормально. Все. Окей. Сейчас будем подключаться. И читать. Так, идет обработка. Подождите. Окей, ожидаем. Кстати, стандартной видой, которая есть практически у всех, вот то, что купленная, она не почитает этот автомобиль. Поэтому мы ее читаем ланчом. То есть ланч еще та программа, которая свежая, она понимает этот автомобиль. А вот вида, ну, по крайней мере, официальная вида понимает. Но официальные виды лично у меня та, что 36 тысяч гривен в месяц нет. И смысла ее покупать особо, по крайней мере, для наших целей, то не, не стоит. Какой-то плохой бензин ей заливали, потому что отрыгнуло. Есть ошибка датчика температуры, внутренняя ошибка системы, программное обеспечение контроля. Не знаю, что это за ошибка, честно скажу. Почитаю. Хорошо. То, что у нее есть ошибки, в принципе, это говорит о том, что эту машину не чистили. Меня интересует количество отхватываемых перегревов, были ли они. В данный момент температура коробки 67 градусов по Цельсию, перегревов она не отхватывала. Никогда ранее я ни в одном Volvo не видел напряжения на подушках безопасности. Возможно, не обращал внимания. Я здесь просто отметил все 11 положений. Обычно я захожу в блоки, в сами подушки. А здесь отметил все. И вот каждая какая-то машина дает какой-то бесценный опыт. В частности, и эта. Кстати, вот в этом модельном году я для себя еще нашел одно место, где можно проверить пробег. А проверить пробег его можно в датчике положения руля. 45224 километра. Что совпадает с приборкой на этом. Киш, джмелек, лети отсюда. Что-то в последнее время мне очень любят осы. Я вот 20 лет занимаюсь, и номер телефона не меняем. Мы тоже телефон не меняем. Кстати, кто не знает, все контакты внизу пишите, звоните. Без внимания не оставим. Ну а дальше мы заезжаем на подъемник. Мы эту машину загоняем на СТО. Покатаюсь на мечте. Ну, давай запускайся. Поехали. Вот она, электрическая мечта. Вот оно, будущее. Камера здесь, кстати, 3D. Прикольно, приятно. Наверное. Вот что еще из моих наблюдений интересно. Это то, что я не знаю, как делают сидения. Но я уже знаю, что их делают в ортопедическом институте. И очень... Свет выключить. И очень комфортно сидеть в сидениях от Volvo. Сюда. Сюда. Вот так, да, колеса? Как приятно осматривать свежие автомобили. И констатировать факт того, что они действительно свежие. Открыло, кстати, не снимался. Нигде никаких зазоров нет. Брызговичок по остаткам колодок. Что у нас? Ну да, как я и предполагал, больше половины. Аморт сухой. Датчики положения кузова также присутствуют. Все крепления на месте. Все остальное снизу. Повышенное внимание к правой двери. Но даже снизу я нифига не вижу такого, чтобы было из них. Вот эти штуки, кстати, тоже уклеены. И вот виден косяк того, когда оклеили плохо. То есть вот здесь пленка, она просто отошла. Вот это задние пружины. Ну, то есть вместо пружин здесь стоит рессора. Если кто... Вот показываю. То есть сзади пружины здесь нет. Здесь вот это. То есть здесь нет пружин. Здесь пластиковый рессор стоит две части. Вот он. Вот это задний привод. Ну, в смысле, вот это вот электромотор. То есть это эффект полного привода. То есть здесь передний идет привод на... Мотор внутреннего сгорания идет на передний привод. А электрический на задний привод. Я ни сверху не увидел того, чтобы что-то раскручивалось. Ни снизу она не разбиралась. То есть вот эти вот болты, они все на месте. Вот болты подрамника, они тоже все не кручены. Ну и, естественно, посмотрел на пробку поддона, где масло еще не сливалось. Ах, радиатор любо-дорого посмотреть. Вот хорошо, когда есть жалюзи, и на него не летит соль. Ну, в смысле, он свежий такой, как будто вы только поставили. Потому что когда он здесь вот активные жалюзи, имеется в виду, когда ему сильно жарко, они открываются. Когда достаточная температура, они закрываются. Ну, то есть оно регулируется просмотр. И, соответственно, камни сюда. Если летят, то не пробивают радиатор. И, соответственно, не летит никакая соль. И поэтому с этой стороны радиатор смотришь, он вообще тупо как новый. Подушки нормальные, в общем, осматриваю везде со всех сторон, где-то течет, что-то не течет. Все, что вызывает подозрение. Так, в общем-то, у меня еще были вопросы к этим селентблокам. Думал, что они надорваны. Но когда мы их пошевелили, они целые. Я не знаю, до чего туда колупаться. Ну, если сделать, что нужно до чего-то колупаться, то это делается немного иначе. Мы таким не занимаемся. Можно там где-то и масло брызнуть на мотор, типа, ага, течет. Но не потребно. Жить и деятельность у него есть, ну, тобто, следы використания. А сказать, что тут что-то терминово пипец, что-то надо менять, не. Долго мы общались, долго мы проверяли. И, в общем-то, автомобиль уже приобретен. Но это было полное сопровождение, имеется в виду, вместе с сервисным центром, вместе с расчетом. Сейчас этот автомобиль доставляем, грубо говоря, до дверей заказчика. Машина очень приятная. Возможно, я приобрету себе такой же автомобиль. Сейчас еду на электротяге. Здесь мало аккумулятора, но вот такой автомобиль нужен для города. Электротяга. Мало осталось батареи. Но, тем не менее, я еще понимаю, что порядка 40 километров я проеду. Сидение Volvo очень удобное. Комфортная ли машина? Да, машина комфортная. Хватает ли электротяги? Я скажу так. Электротяга тянет лучше, чем двигатель внутреннего сгорания. Кто бы что не рассказывал. Вот снизу реальная паровозная тяга, даже дизель отдыхает. Поэтому, да, машина классная. Автомобиль идет с зимним комплектом резины. И здесь, ну, естественно, все ключи. Здесь нет без ключевого доступа. Было бы три ключа, если был бы без ключевой доступ. А так, ключ один... Что это я такое сказал? Ключа два. Без ключевого доступа здесь нет. Поэтому два ключа. Если кто не знает, у Volvo вот этих годов, если нет без ключевого доступа, ключа два. Если без ключевой доступ есть, то там идет третий ключ такой. Он маленький. Для дайвинга используется. То есть он водонепроницаемый. Без кнопок без нифига. Отходишь от машины, он закрывается. Подходишь, открывается. Но здесь нет без ключевого доступа. Автомобиль сейчас доставляем к заказчику под двери. Ну, в общем-то, и конец истории. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем приятных покупок. Всем пока-пока.